Большая часть встречи полпреда Михаила Бабича с руководителями и сотрудниками правоохранительных и надзорных органов региона прошла в закрытом режиме. Обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, профилактики экстремизма и терроризма. Комментируя итоги встречи для журналистов, Михаил Бабич заявил, что слаженная работа правоохранителей и регионального правительства дала конкретные практические результаты. В Самарской области правоохранительная система отличается тем, что налажен очень высокий уровень межъединственного взаимодействия между всеми силами и структурами. То есть здесь люди не делят на свое и чужое, а здесь вместе, причем к плечу, работают на достижение совместного результата. В качестве примера Михаил Бабич привел раскрытие недавнего резонансного преступления – убийства бывшего замначальника штаба областного главка МВД Андрея Гошта и членов его семьи. Напомним, четверо убийц, жертвами которых стали шесть человек, были задержаны спустя всего неделю после преступления. 12 сотрудникам полиции, ФСБ и областного следственного управления СК России, действием которых лично руководил начальник управления генерал-лейтенант Сергей Солодовников, Михаил Бабич вручил благодарственные письма, почетные грамоты и памятные подарки. Служу Российской Федерации. Кроме того, с главой региона Николаем Меркушкиным полпредпрезидент России ФПФО обсудил вопросы работы власти по решению конкретных проблем жителей области. В качестве примера ситуация с выплатой долгов по зарплате сотрудникам автоваз-агрегата. Эта задача решалась совместными усилиями. Была проведена большая кропотливая работа. В итоге сумма выплат составляет около 200 миллионов рублей. В данном случае собственники, акционеры поделились собственными доходами, собственными, скажем, финансовыми ресурсами для того, чтобы выплатить зарплатную плату людям. И это очень хороший пример, что нельзя там кидать человека в разных ситуациях. По мнению полпреда, эффект от таких своевременных и профессиональных мер еще и в том, что люди начинают чувствовать свою защищенность, доверять власти, понимая, что самые сложные, самые дерзкие, самые циничные преступления могут быть расследованы эффективно. А подозреваемые, независимо от статуса и должностного положения, будут привлечены к ответственности, заключил полпред. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.